30 ноября 2007 года. Этот день Света запомнила навсегда. Тогда родители впервые отвели ее на корт. Она взяла ракетку и с тех пор не выпускает ее из рук. Почти два года она только совершенствовала свои навыки, чтобы выйти на корт в первом для себя турнире и победить. В 2009 году в Балаклаве я очень переживала перед тем матчем. Поэтому я очень хорошо сыграла и выиграла, была очень счастлива. Родители были мною довольны, тренер Владимир Александрович. Это были незабываемые моменты. С тех пор Света поучаствовала в бесчисленном множестве турниров. Зато можно сосчитать медали. Их у юной теннисистки 121, из которых больше половины – 76 за первое место. Спортсменка признается, таких успехов она не смогла бы достичь без поддержки родителей. Особенно папы. Сергей Викторович для нее и отец, и наставник. Тренер-самоучка. Теннисные азы они постигали вместе. Ходил на тренировки других тренеров, смотрел, учился сам. Пытался все это перенять и потом притворять жизнь вместе со Светланой. За 10 лет Светлана не раз выигрывала первенство Севастополя и Крыма. В своей возрастной категории была первой ракеткой Украины. За последние годы выиграла несколько выездных турниров, открытые первенства Краснодарского края, Волгоградской области, Республики Адыгея. В июле на летнем первенстве Сочи в возрастной группе до 19 лет, несмотря на свои неполные 17, наша спортсменка одержала уверенную победу. И после этого Светлану не раз приглашали организаторы многих всероссийских соревнований, отмечая ее потенциал. Но все упирается в финансы. Тот турнир в Сочи – последний, где участвовала Света. – Пробелы огромные. Основные причины этих пробелов – отсутствие должного финансирования. Это основное. Ну и дальше уже идут. Нету достойных спаррингов. Ну и... Я как тренер слабоват. Уже не тяну ее уровень. Хотелось бы, чтобы кто-то ее взял под свою опеку. Ну и научил тому, что не могу дать я. Мне нравится выезжать в другие города на турниры. Я ознакомлюсь с новыми людьми, смотрю новый уровень тенниса. У меня появляется много новых знакомых и друзей. Мы с ними поддерживаем всегда связь, даже если живем в разных городах. Конечно, там уровни отличаются. Что-то ты для себя берешь, подчеркиваешь в игре. Очень скучаешь без этого. Ты очень хочешь поехать, поиграть. Сейчас Светлана с папой поддерживают форму, дважды в неделю занимаясь в зале. Рутину разбавляют спарринги с тренером сборной Севастополя по теннису. Но Света не отчаивается. Они с папой поставили перед собой новую задачу. Успешно сдать ЕГЭ и поступить в одну из спортивных академий страны. Я пока не знаю, как там в академиях, но рассказывают подруге. В принципе, не так страшно. Я планирую так же поступить там и уже ездить по турнирам хочу. Цель у Светланы Кораблиной одна. Продолжить спортивную карьеру во что бы то ни стало. Хорошие перспективы отмечали еще тренеры соперниц на всероссийских турнирах. А амбиции самые высокие. Представлять родной город на крупнейших теннисных турнирах. Даже когда я смотрю турниры по телевизору, например, там большие шлемы или мастерства, то есть великих людей. Смотрю, когда они ошибаются, там неправильно бьют. Я всегда нервничаю. Я даже в квартире ору на них. Он с папой так смотрит. Сама представляешь себя на их месте? Да, конечно. Я мечтала всегда туда попасть. У меня все дни, там все мысли, то есть не проходит никогда без тенниса. Всегда подумаешь. Даже на уроке, там на тренировке я полностью в теннисе. То есть без него я жить, наверное, не могу. Михаил Журавский, Денис Александрович, Севинформбюро.